завершим наше знакомство с электронным строением атомов тотальным сравнением электронных оболочек первых 20 элементов периодической системы в прошлый раз мы разобрали строение оболочек первых пяти элементов убор включительно и теперь посмотрим некоторые тонкости заполнения оболочек у остальных элементов и в принципе каким-то образом систематизируем полученные знания значит здесь элементы разбиты на четыре группы на периоды первый период из двух элементов второй третий и четвертый из четвертого периода посмотрим два элемента калий кальций значит бор мы помним электронной формула бора была 1s2 2s2 2p1 синим цветом здесь подчеркнуты валентные электроны на электроны последнего уровня те которые наименее сильно связаны с ядром которые могут от атома отсоединяться и орбитальная диаграмма для атома бора выглядела вот таким образом последний пятый электрон отправлялся на первую свободную p-орбиталь как будет выглядеть орбитальная диаграмма для следующего элемента для атома углерода у него два электрона на p-орбитале куда пойдет этот второй электрон сюда или сюда выясняется что если орбитали несколько то электроны занимают их по очереди получается этот электрон следующий второй идет на свободную орбиталь здесь обычно приводят аналогию с пустым автобусом электроны очень похожи на людей и если к вам на конечный подъезжает пустой автобус с парными местами люди которые будут входить в него сначала будут рассаживаться по одиночке и только когда свободного места уже не останется придется подсаживаться кому-то электроны точно такие же такие социофобы которые избегают лишних контактов и максимально стараются быть одни если не получается тогда да им приходится уже искать себе пару поэтому если орбиталей несколько например как p-орбитали да их всегда по три штуки то электроны заполняют их сначала по одиночке и когда уже все орбитали свободны заполнены им приходится подсаживаться на и образовывать пару это правило получила название правило гунда или хунда фамилия индийская могут быть разночтение но сути это не меняет применительно к орбитальным диаграммам это правило говорит нам о том что заполнение орбиталей сначала происходит по одному электрону и лишь когда свободные места заканчиваются электроны образуют пары тогда для атома азота орбитальная диаграмма будет выглядеть как у него три электрона на p-орбитале и они будут сидеть каждый по одиночке на каждый из трех p-орбиталей кислород у него появляется четвертый электрон на p-орбитале куда он идет раз два три как у азота сидят по одиночке свободных мест больше нету поэтому четвертый электрон уже садится в пару к первому образуется пара спаренные электроны такие без пары называются не спаренные электроны у атома фтора 5 электронов на p-орбитале 1 2 3 4 5 уже две пары и у неона который завершает второй период 6 максимально как мы знаем электронов на p-орбитале да это три пары 1 2 3 4 5 6 следующий элемент натрий открывает новый период третий период и соответственно появляется новый энергетический уровень третий уровень а каждый новый уровень начинается снова с s-орбитале поэтому у натрия электроны формулы 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 1 и на 3 s-орбитале вновь открытый располагать этот один электрон дальше у магния еще есть одно место чтобы посадить электрон на s-орбиталь а следующий электрон у алюминия на s-орбиталях место закончилось но алюминий все еще в третьем периоде поэтому у него заполняется все еще третий уровень но открывается снова p-орбиталь и на нее попадает один электрон дальше у кремния фосфора серы хлора и аргона электроны заполняют p-орбитали точно так же как они заполнялись на втором уровне и нашу наш список замыкают два элемента калия кальций уже четвертого периода соответственно поменялся период открылся новый энергетический уровень и новый энергетический уровень опять-таки заполняется с s-орбитале на у калия открывается 4s орбиталь на нее попадает первый электрон и у кальция на четвертом уровне второй электрон заполняет до конца 4s орбиталь вот таким образом выглядит электронное строение первых 20 элементов периодической системы мы видим и электронные формулы и орбитальные диаграммы на этом все